Буквально пару дней назад побывал в Волхове и, к великому сожалению, увидел несколько домов, в которых не то что жить. Смотреть на них страшно. Так что сегодня будем говорить об аварийном жилье и о том, как из него переезжать, к сожалению, не всегда успешно, порой в квартиру, которая меньше, на целую комнату. Это программа Отражение. В том, что же творится с аварийным жильем и его расселением в Ленинградской области, будем разбираться с нашими гостями сегодня это. Светлана Евгеньевна Гаврилова, председатель комитета ЖКХ администрации Волховского муниципального района. Светлана Евгеньевна, здравствуйте, спасибо, что приехала. Здравствуйте. И житель Волхова Николай Богданов. Николай представляет не только свои интересы, но и всех тех, кто попал в похожую ситуацию и кого предлагаемый переезд не устраивает. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Рад вас видеть. За всем происходящим в студии будут наблюдать наши эксперты. Затем, чтобы предложения к региональным властям были как минимум профессионально сформулированы, проследит председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Жданов. На свой пост он назначен только в феврале. А до этого много лет трудился в комитете по строительству Санкт-Петербурга. А это Александр Ершов. Политический психолог, входит в рейтинг топ-50 лучших политтехнологов России по внутрицеховому рейтингу избирательной ассоциации политтехнологов. Именно Александр оценит качество дискуссии, что мешает или помогает участникам диалога прийти к единому мнению. Давайте все-таки начнем с вашей истории. Что произошло, что вас к нам привело, с чем пожаловали? Ну, история наша такая. Получили мы квартиру с аварийного жилья. Она меньше размером, чем мы занимали жилплощадь раньше. Как такое произошло? Ну, видно, какая-то ошибка произошла в администрации города Волхова. В свое время неправильно дали документы на застройку дома. В каком жилье вы проживали до того, как получили квартиру? Это был какой-то барак, это было что-то очень страшное, ужасное. Да, это был старый барак, довольно большой площадью. Мы занимали двухкомнатную квартиру, общей площадью 55,8 квадратных метров. На сколько человек? На пятерых. На пятерых. Ну, в общем, небогато тоже. Тоже небогато. Ну, да, но метраж позволял. Нам предоставили квартиру однокомнатную, размером 42 квадрата и шесть десятых метров. Однокомнатную. То есть, конечно, в пятером, в такой квартире однокомнатной, сами представляете, как жить. Переезжать стали? Я так понимаю, что нет. Нет, мы не переезжаем, потому что переезд, ну, как там жить? Не переехали еще. Обращались ли к кому-то, пытались как-то выяснить, а почему так произошло, да? Вот жили на одной площади, потом вдруг вам предложили другую, и вы, слава богу, да, там не поддались эмоциям, не стали подписывать никакие документы, да? Документы у нас подписаны. Документы подписали. Да, да. Документы были подписаны, но ошибочно. Ошибочно. Под фактом заблуждения. То есть, моя семья, во главе там жена, мы просто заблуждались, потому что нас убеждали, что мы получим равноценную квартиру. И заранее никто нас не ознакомливал, соответственно, с жильем, которое мы получим, и его я только увидел в момент, когда мне дали документы подписать, а после этого я так увидел квартиру. Вот сейчас очень хорошая точка для того, чтобы спросить, Светлана Евгеньевна, вас. Вот вы сейчас слушаете, вы согласны с тем, что говорит Николай? Ну, его позиция как гражданина. Мы, как муниципальные служащие, должны соблюдать действующее законодательство, именно жилищное законодательство. И в этом законодательстве где-то написано, что семья из стольких человек должна переезжать в квартиру, которая на 10 метров от ее больше, меньше, да? Ну, в соответствии с законодательством, сейчас предоставлено жилое помещение равнозначно по общей площади, ранее занимаемое по жилому помещению. Это нам оговорит статья 89 жилищного кодекса. В данной статье нигде не говорится, что мы должны предоставить равнозначно по размеру, по количеству комнат. И у вас было приватизированное жилье на секунду? Равнозначно по общей площади жилого помещения. Не приватизированное было жилье. Это не играет роли, приватизированное или не приватизированное жилое помещение. Согласно справке, выданной государственным учреждением Бюро технической инвентаризации, где площадь квартиры заявителя составляла 41,8 квадратных метра. И при составлении программы по переселению мы именно руководствуем данной справкой. Мы же не можем сами нигде взять никакие данные. Нам данные дает Бюро технической инвентаризации. А сейчас нам предоставляют справку того же Бюро технической инвентаризации, государственным учреждением, что площадь составляет 55,8 квадратных метров. Нам это непонятно. Вот, Валентин Владимирович, вам, наверное, не кажется, понятно, да, суть? Потому что по моей части, в части оценки качества дискуссии, у меня очень негативный прогноз. Потому что они не слышат друг друга и даже в упор не видят. Обратите внимание, да? Они обращаются друг к другу в третьем лице. Хотя, казалось бы, стоят друг напротив друга, общаются только посредством ведущего и говорят, он, гражданин, ни к чему хорошему это не приведет. Я в конце передачи обязательно дам советы, как выйти из этого порочного круга. Но сейчас, чтобы в правильном направлении оценивать, мне же, это проблема какого уровня? Регионального, федерального, муниципального? Александр, абсолютно с вами согласен, что здесь налицо полное отсутствие коммуникаций. Значит, это действительно полномочия по 131-му федеральному закону исключительно муниципальных властей предоставлять взамен аварийного. А, то есть она здесь полновластный начальник, да? Да, абсолютно верно. Другое дело, что здесь, исходя из той информации, которая здесь нам представлена, мы видим, что налицо две справки. Бюро технической инвентаризации, я так понимаю, была какая-то первичная справка на 41. Ну, я думаю, нам подробности сейчас еще расскажут. Да, и впоследствии реализации этой программы появилась дополнительная справка, либо она обновленная была, где площадь уже увеличилась. Но к тому времени дом уже был построен. Но в любом случае все эти проблемы могли быть решены еще на стадии, когда был диалог, если это так можно назвать, диалогом между жителями и местной властью. Если он вообще был, давайте вернемся в студию, послушаем. И что ответить? Есть. У меня есть договор социального найма именно с вашей организацией ЖКХ, датированным 30 декабря 2010 года. Написано, кто, какие комнаты, какой размер, договор социального найма жилого помещения. Можно на секундочку, я вот вам дам посмотреть. Вы, наверное, такой документ не видели никогда? Есть такой договор социального найма, но для программы, для включения в программу, необходимо заключение именно специализированной организации, на которую в силу возложенных обязанностей и возложенная обязанность по проведению учета инвентаризации. Таким учреждением является государственное учреждение Бюро технической инвентаризации. Мы не можем взять за основу вот этот договор социального найма. Подождите, а если Бюро технической инспекции инвентаризации ошиблась? Ну, бывает всякое, ну, всякие там, может быть, цифры где-то там попутались. Да, вы никогда не ориентируетесь на фактическую ситуацию. Вы строго следуете букве закона, мертвые, бесчеловечные. Да, ведь тут все-таки живые люди. И им дальше жить как-то на этих метрах, которые вы сейчас им предлагаете. И их не очень много. Мы ориентируемся только на законные документы. Ведь я могу сказать, что, может быть, и в договоре социального найма это тоже площадь неточная. Вот. И она, может быть, это субъективно все. Поэтому всегда необходимы те документы, которые должны быть. А именно это краткая характеристика жилого помещения, которая так и называется, где конкретно указывается количество комнат, их площадь, все вспомогатели помещения, которые есть в этой квартире. Для этого и имеются эти органы, которые должны нести ответственность за предоставление тех данных, которые нам необходимы. Хорошо. Наша задача здесь все равно в студии сейчас прийти к какому-то единому мнению, договориться. И поэтому я хочу вам задать вот какой вопрос. Вы тоже как представитель власти, да, как определенный орган административный, вы не можете инициировать проверку, ну, для того, чтобы уточнить эти самые метры, для того, чтобы потом из этой ставшей конфликтной ситуации выйти без конфликта? Ну, естественно. Значит, нами будет подготовлен необходимый запрос, в данное учреждение которое, пусть нам и разъяснит, каким путем получилось 13 квадратных метров выше площадь, чем она была. Кстати говоря, Николай, вы ведь уже обращались наверняка в какие-то инстанции, где тоже просили проверить, уточнить, помочь, решить. Опишите, кому и что сказали. Вот, значит, эта справка, по которой мне предоставили квартиру. Целый талмуд с собой. Да, да. Это вот при которой мне предоставили квартиру. Так. А вот эта же организация выдает мне другую справку, что она ошибочно предоставила эту справку. Ну, то есть один документ, а другой. Имеется несоответствие. И я сделал, соответственно, другой документ. Технический паспорт. Это вы все, извините, за свои деньги делали, да? А кто его делает? Потому что со мной разговаривать практически никто не хотел. Вот, пожалуйста, есть документ, который нам выдали, и мы, согласно этому, вас обеспечили квартиру. Скажите, может быть, мне вот эти документы как-то взять и передать? Мы сейчас вместе их вам передадим, может быть, для работы, для ваших проверок. Такие документы? Минсируйте, может быть, вам будет легче? Конечно. Такие документы в администрации есть. Я им предоставлял неоднократно. Это правда? Я не могу ничего сказать. Я этих документов не видел. Не видели, говорят, ваших документов? Сейчас я покажу заявление. Хорошо, что встретились. Которое я писал в администрацию. Их у меня здесь аж три штуки. Значит, первое заявление, которое я писал сразу же на следующий день. Так. Это рассмотреть вопрос. Завизировали. Да, он завизирован, и есть ответ. Есть ответ. И ответ мне делала... Вы получили благоустроенное жилое помещение. Последние слова, да, рассмотрев ваше заявление. В общем, такая достаточно стандартная форма. Затем я попросил администрацию расторгнуть этот договор. Где они мне примерно так же сделали ответ, что оснований на расторжение договора нет. Затем я предоставил им претензии. Тоже в администрацию. И в них уже указал все документы, которые им... Ну, которые, собственно говоря, подтверждают вашу правоту, да, и на основании которых вы претендуете на большую площадь. А последний ответ, который вам дали, он какой? Ответ был однозначный. Никто не говорил, что у меня другая, ну, квартира больше. У них просто был ответ один. Что мы вас обеспечили жильем равноценной вашему... Вот я услышала слово ошибка из УЗ заявителя. Ошибка. А кто эту ошибку допустил? Так вот, кто допустил? Давайте разберемся. Ведь ошибку допустила не администрация. Мы все сделали, чтобы предоставить эту квартиру, благоустроенную квартиру. То есть получается, что администрация-то кругом не виновата, да? То есть кто-то где-то напортачил, а вам расхлебывается. Она? Можно так и сказать, что нам сейчас этой ситуации нужно выходить. Смотрите, какая забавная вытанцовывается, если можно так сказать, ситуация. Вы, по сути, на эту проблемную тему заговорили и встретились только впервые вот здесь, сейчас, в этой студии. Это что, получается, коммуникация вообще не наложена никак между людьми, которые получают некоторые услуги от администрации, и самой администрации, которая эти услуги предоставляет. И, в общем, должна работать на народ, на население. Так, что ли? Ну, мы на народ и работаем. У нас признанная аварийность 107 многоквартирных домов. Немало. Немало. Это более тысячи человек. И, конечно, я скажу вам реально, с каждым жителем не встретишься. Опять абсолютно деструктивная позиция муниципальных властей. Потому что у нас и губернатор, и комитет по строительству вникает в проблему каждого человека. Мы находим время, имея такую загрузку по реализации различных программ. Это не основное наше направление. Но мы находим время и решаем эти вопросы. И здесь я вижу, что такая постановка вопроса неправильная. Все ищут, кто виноват, но не задаются вопросом, что делать. И пытаются решить вопрос. Это налицо. Мы не закрыты от народа. У нас всегда, пожалуйста, у нас есть приемное время. Да и не приемное время. Мы всегда всех принимаем. Потому что мы понимаем, что наша отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, это очень сложное дело. И, пожалуйста, мы всегда все открыты для людей. И так же и для заявителя. Вот смотрите, посвящало сразу два тезиса, которые немножко друг другу полярны. Вы открыты, с другой стороны, с каждым не встретишься физически. Получается, что те, кто сейчас не расселен, еще там остался, у всех у этих людей существует реальная перспектива, даже риск, можно сказать, угодить в точно такую же ситуацию, как Николай. Потом прийти к нам сюда, вот с такой вот толстенной кипой бумаг, и уже с абсолютным непониманием, где же справедливость, куда идти, потому что даже судебная машина уже запущена. Но надежд не осталось. То есть как-то надо с этим быть, наверное. Ну я же вам говорю, в программе участвуют тысячи с лишним человек. Ну как встретишься с каждым гражданином? Это значит, что все равно такая погрешность будет, и в эту погрешность попадут живые люди, так что? Так у нас погрешности по площади, мы предоставили то, что нужно человеку. Погрешность-то возникла не у нас. Погрешность возникла в бюро технической инвентаризации. Пусть эта организация и отвечает. Хорошо, вы можете как-то повлиять со своей стороны, привлечь их к ответственности? Вот прямо так сказать, ребята, у нас прецедент позвонить, написать, составить какую-то, не знаю, официальную письму, слушайте, что же вы там наделали-то? Я полагаю, что заявитель будет подавать в суд, и мы все сделаем для того, чтобы именно эту организацию, как ответчика, привлекли к судебному делу. То есть вывод напрашивается один. Без суда никуда. Ну, получается, что да. Наверняка зритель смотрит и думает, а что, региональная власть не может уволить просто учебника? Вот она сидит, вы сидите здесь, смотрите. Неужели не можете прямо сейчас выйти туда, за эту ширму, и сказать, так, ты уволен? Ну, конечно же, нет, потому что... Это мы знаем, конечно, да, 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 поясняется, к сожалению. Да, региональная власть действует в соответствии с 31-м законом. У них муниципальное образование, глава муниципального образования подписывает контракт с главой администрации муниципального образования, который, в свою очередь, принимает на работу своих сотрудников. То есть это та самая власть, которую избирали вот в сентябре в прошлом году? Конечно, да. И она никоим образом не подчиняется ни губернатору, ни президенту, ни... Мы с ними работаем так же, как юридическое лицо с юридическим лицом, в рамках соглашений, когда субсидируем и контролируем ход реализации данных программ. И уводить его может только сам житель Николай, и те, кого он поднимет буквально через 4 годика, да, когда выборы будут? Смотрим. Не очень весело прозвучало, хотите сказать что-то? Да, я хочу сказать. Во-первых, я встречался с вами неоднократно. И мы с вами разговаривали, и даже вам я показывал документы. У нас есть все-таки конкретная ситуация. Я понимаю, что существуют недоработки законодательные, может быть, да, еще какие-то. Существует, в конце концов, человеческий фактор. Но, раз уж мы взялись рассматривать этот случай, а он довольно вопиющий, да, и он далеко не на начале своего пути развития, придем к консенсусу. Если получится, что можно с этим сейчас прямо сделать? Что решить? Наметить какие шаги, которые, может быть, в подобных ситуациях для других людей послужили бы рекомендацией или формулой? Наша позиция такова, администрация, что мы предлагаем вам въехать в эту квартиру и заселиться. Но у вас... Ухмылка на лице, горестно. У вас есть хорошая перспектива в будущее. Я знаю, что у вас на прописке 5 человек. Если вы разрешите, конечно, раскрыть эту информацию, что у вас две взрослые дочери и внук. У них хорошая перспектива получить другое жилое помещение и пройти, принять участие в трех государственных программах. Потому что, заселившись в эти квартиры, вы будете признаны, если все документы произноставите, нуждающимся. И это вам позволит в дальнейшем участвовать в других программах и вашей каждой дочери получить другое жилое помещение. Ну, браво, Светлана Евгеньевна! У меня, что называется, файлы разъехались. Она впервые, наконец, за всю программу, помните, вначале она только через ведущего говорила, он, гражданин, наконец-то она обратилась к нему более-менее интимно, Николай, и стала говорить прямо обратное всему, что предлагала до этого, суды и так далее. И вот я специально сейчас хочу спросить у вас, пока не ответил Николай, стоит ли ему соглашаться на это? Может быть, она, обратившись к нему вот так вот интимно напрямую, и открывает тайну, что ничего вы этим судом не добьетесь. Поэтому, поверьте мне, вот так лучше для вас будет? Или это обман? Отчасти она права. Действительно, существуют вот эти программы. Их порядка семи программ и мероприятий. Как раз комитет по строительству курирует эти программы. Мы таким же образом предоставляем субсидии, помощь нуждающимся, многодетные семьи, либо просто нуждающиеся. Там различные программы, различные условия. Но это журавль в небе. Она ему фактически говорит, берегите, не берегите своего синитета. Хочу что сказать. Я бы не стал давать совет Николаю принимать то или иное решение, все-таки ему виднее. Он должен посмотреть, какие у него шансы там и там. Слушайте, а ведь раз это единичный случай, есть возможность попасть к вам на прием? Конечно. Я еженедельно принимаю жителей. Если существует установленный порядок, пожалуйста, можешь записываться, обращаться через интернет на портале правительственной городской области. Я лично веду прием. Либо в мое отсутствие, если я не могу, заместители. И мы подробно разъясняем, каким образом действовать в той или иной ситуации. Интересно, как Николай отреагировал на это предложение, да? Ну, это не выход. Не выход? Нет. То есть вы считаете, что таким образом согласившись на эти условия, вы все равно подпишете себе этот приговор и будете до скачания веков жить все вместе на этом решении? Да, это я сразу подпишу себе приговор. А почему вы считаете, что эти программы не сработают, о которых мы только что-то сказали? Они сработают. Вы знаете, сколько мы по программе переселения светского жилья ждали время, чтобы нам предоставили квартиру? Озвучьте. Это примерно аварийным жилье было признано в 2008 году. Уже много. Я что, еще буду ждать? У меня не только внуки будут, уже правы. А что вы скажете, кстати, говорит, Светлана Евгеньевна, а сколько будет эта программа воплощаться, если мы сейчас по этому пути пойдем? Ну, если заявитель пойдет по этим программам, да, значит, пойдут по этим программам ваши дети. Эта программа очень пользуется популярностью среди молодежи. Светлана Евгеньевна говорит о том, что популярностью пользуется эта программа, но ее о другом спрашивают. А какой шанс в перспективе ближайший? И в какой получить такие эти метры? У нас есть статистика по этой программе? Когда заявились и когда уже получили? Конечно, у нас помощь приходит, условно говоря, на следующий год. То есть собираются заявки муниципального образования с граждан. Там различные критерии по разным программам. По каким-то программам это многодетность, по каким-то как бы неподходящее жилье. Как правило, заявки муниципального образования сдаются до 1 сентября. И на следующий год уже сформирован, утвержден список, по которому происходят выплаты. Она финансируется из бюджета Ленинградской области. И совсем доля софинансирования совсем мала заявителей. Так что, отсудив, можно сказать, квартиру, если мы по решению суда предоставим квартиру 55 квадратных метров, вы, все члены вашей семьи, не будете признаны нуждающимся. И ваши дети не смогут пройти ни по одной программе. И вот это уже окончательный приговор будет, если верить словам. Я... Вы понимаете, да? Да, я понимаю, что я говорю. И все равно я говорю нет, потому что дети у меня две девочки, они все замужем. И их проблема своя семья. А моя проблема моя семья. Ну это ваше право, это ваш принцип. В любом случае мы какой-то ответ получили. У меня к вам сейчас под финал программы, потому что наше время подходит к концу. Есть одна просьба. Максимум за 30 секунд. Я хочу, чтобы каждый из вас обрисовал, если можно так сказать, свой алгоритм и свою формулу. Как же вот так вот без скандалов безопасно по-человечески переехать из аварийного жилья на другую площадь. Каждому жителю или только... Каждому жителю. Нужно интересоваться. Не быть равнодушным. Интересоваться судьбой своего дома. Заранее, собственно говоря. Заранее, заранее. Не ждать, когда постучимся мы в дверь каждому жителю, который проживает в многоквартирных домах. Просто это нереально. И тогда можно дать гарантию, что расселение пройдет нормально, спокойно, без судов, с учетом метражей. Ваши 30 секунд. Мои 30 секунд такие. Значит, мы интересовались заранее своим жильем, где нас убеждала администрация, что мы не получим меньшую площадь. Такого, говорит, в нашей практике не бывает. Но так получилось, что когда документы мы подписывали, не обратили внимания, потому что были просто рады, что получаем квартиру. Это были эмоции. Да, эмоции. Прошла подпись документа. Прямо после этой подписи, после всей торжественной части, мы обратились в администрацию, что документ подписан, а он не соответствует. Буквально сразу же после подписи. Что бы вы посоветовали очень коротко, в двух словах, всем тем, кто угодил в похожую ситуацию? Вашим последователям, ведь вы пионер. Ну, документы смотреть обязательно, конечно. И еще хотелось бы, чтобы администрация заранее перед подписью документов показывала свое жилье, которое предоставляет. Что не было сделано. На этом точке. Спасибо. Я в затруднительном положении, потому что обычно мы на конкретном примере находим корень зла и примеры, как можно его решить на разных уровнях власти. А здесь вы говорите, что это единичный случай. Есть ли что-то достойное, чтобы обобщать до уровня области и обозначить проблему, которую надо решать? Ну, конечно, здесь хочется дать совет муниципальным образованиям, не стесняться общаться с гражданами. К сожалению, не приказ, а только совет. Да, да, все правильно. Именно это слово. Ну, а гражданам все-таки проявлять внимательность, не подписывать документы, не глядя. Ну, я правильно понимаю, что не только Николай может обратиться к вам, а я уверен, что он это в ближайшее время сделает, но и любой, кто столкнулся с такого рода проблемой, даже если проблема муниципального уровня. Любой житель Ленинградской области имеет право и может спокойно записаться ко мне на прием. Ну, слава богу, успокоили. А то я, посмотрев на это, но не могу все-таки не дать конкретные советы. Потому что в чем проблема? Мы хотим, чтобы чиновник к нам отнесся как человек, да, по справедливости услышал, забывая о том, что для этого мы сначала сами должны в нем увидеть человека. Это звучит очень пафосно и банально, поэтому технологически, конкретно в этой ситуации, надо сначала услышать болевые точки, которые Светлана Евгеньевна сама произносила, что это не наша вина, вас много, я одна, но только не ждать, пока она сама скажет, а первому сказать, Светлана Евгеньевна, я представляю, сколько у вас тут просителей, тем более вы же не виноваты, это виновата совсем другая организация, поэтому мне даже неудобно, что я вас отрываю на свои проблемы, важно свои чувства сформулировать. Просьба, ну, хотя бы объясните мне, что делать дальше, я в растеянности. Поверьте мне, что в благодарность за то, что во мне, в чиновнике, закрытом в этом коконе, на самом деле живом, наверняка дома человеке, увидели этого человека, я расшибусь, но отнесусь уже к этому Николаю не как гражданину, а действительно как к человеку. Очень надеюсь, что после нашей программы люди будут внимательнее относиться к документам, которые подписывают, а госслужащие – к людям. И тогда это непременно, но и лучшим образом отразится на жизни Ленинградской области. Это было «Отражение». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин